Не только где, но и с кем служить. У тюменских призывников появилась возможность выбрать воинскую часть и даже отправиться туда вместе с друзьями. Военкоматы объявили конкурс, введители которого смогут попасть в элитные армейские подразделения, в которых обычно на место претендует по 10-15 человек. Что для этого нужно сделать, расскажет Алексей Иванов. Видишь, у тебя много осталось, поэтому тебе здесь мешает. Для них армия начинается с заправки кроватей. Азы военной службы эти призывники постигают пока еще на гражданке, участвуя в необычном конкурсе. Главный приз – возможность самому выбрать рот войск, где хотел бы служить. А если побеждает команда, все вместе отправляются в одну воинскую часть. Павел, Василий и Александр вместе идем в гору 15. Мы написали анкету и вместе обозначили наши фамилии, что мы вместе идем. Сначала заполнение заявки в интернете, затем приглашение на военно-врачебную комиссию. Здоровье у конкурсантов должно быть отменным, выдерживать любые нагрузки. Поэтому и осматривают их, словно это не призывники, а кандидаты в отряд космонавтов. Левую ногу поднимаем, стоим только на правой ноге. Проходим с друзьями в медкомиссию. У всех категория А, высшая категория, поэтому у нас как бы право выбора с друзьями. И вот надеюсь попасть в элитные войска и в одну часть. Один из самых часто задаваемых вопросов в военкомате, как призваться и служить вместе с лучшим другом. Кто-то из офицеров идет навстречу. Иногда отказывают. Когда в Тюменской области объявили конкурс призывников, поучаствовать в нем решили даже те, кто в армию до этого не собирался. В некоторых городах войск на одно место претендуют по 10-15 человек. А выиграв в данном конкурсе, вы получаете гарантированное право. При приземлении ножки вместе, стопы параллельно земле, ручки на свободных концах. Приготовиться. Пошел. Алексей совершил юбилейный сотый прыжок с парашютной вышки. О полете с настоящим парашютом пока еще мечтает. В своих силах уверен и надеется, что его возьмут в ВДВ. У меня и родственники в армии все были. Фильмы смотрел про десантников. Занимался спортом и тренер бывший десантник. Поэтому хочется. Файт! Военно-полевые сборы – основной этап конкурса. Сто человек доказывают, что они лучшие. Устраивая сражения в пейнтбол и страйкбол, на скорость делают то, что пригодится каждому бойцу. Разбирают и собирают автоматы. Еще не став победителями, некоторые из участников уже получили приглашение служить в лучших частях. Офицеры из разных регионов приехали не на сборный пункт, а прямо на конкурс. Каким будет выбор жюри, предстоит узнать на днях. Ребята уверены, кто бы из них не выиграл, все они уже сделали свой выбор.